друзья всем привет с вами блог авто мпс и сегодня у нас тест который вы давно ждали у нас два абсолютно одинаковых автомобиля kia sportage и chevrolet equinox длина этого автомобиля на полтора сантиметра больше чем у chevrolet стоят они абсолютно одинаково 3 миллиона 200 тысяч 3 миллиона 200 тысяч рублей да и кроме того моторы у соперников тоже одинаковы 2 литра у sportage 2 литра у chevrolet но как говорится есть нюанс у киа мотор атмосферный выдает он 150 лошадиных сил у chevrolet есть турбина и поэтому здесь 230 с лишним лошадиных сил шестиступенчатый автомат 9 ступенчатый автомат и там и там есть полный привод так что это вроде как бы два очень похожих кроссовера но при этом с очень разной динамикой но что более ценно стоят они повторюсь абсолютно одинаковых денег гарантия на эти автомобили разумеется нет но в части обслуживания kia я уверен что все будет намного проще чем chevrolet есть официальные дилеры есть расценки у официальных дилеров за первые то при пробеге 15 тысяч километров дилера с вас попросят 23 тысячи рублей но вы знаете как сэкономить заходите на сайт автоспот точка ру вбиваете все характеристики выбираете дилер по географическому признаку самый дешевый вариант который я нашел в москве 15 тысяч рублей при пробеге 60 тысяч будет то 4 стоит она порядка 40 но на автоспот есть предложение за 23 тысячи рублей у chevrolet официальный дилеров ну практически не осталось но при этом автомобиль более-менее простой надежный так что я думаю расходники вы найдете может быть даже удастся обслуживать его дешевле но при этом гарантии естественно никакой эти два автомобиля я взял у лены лисовской актуальный ассортимент у нее на площадке можно посмотреть по ссылке в описании поехали попробуем прокатиться на шеврале equinox салон сейчас наверное правильно можно описать как классический машина появилась 2017 году в конце 2020 был рестайлинг и появились более узкие фары и немного доработали салон но прибора остались обычные стрелочные и может быть чуть мелковаты но зато вроде вот все четко и понятно потому что в киа вот эта дешевая как бы цифровая приборка она конечно ну крайне странная обычные шкалы да смотришь все понятно экранчик наверное хотелось бы покрупнее хотелось чтобы кругляши сами были как-то побольше и более разметка до 260 километров в час при максималке в 210 наверное чуть избыточно можно было как-то цифрки покрупнее что ли сделать вот этот экранчик конечно мог бы быть покрупнее но он очень хорошей яркости то есть даже вот имея обратный наклон и сейчас вот периодически пробегает солнышко какие-то яркие блики все хорошо читается есть подключенные сервисы то есть управлять можно будет с мобильного телефона а в остальном для тех кто уже сталкивался автомобилями шевроле все более-менее привычно тот блок климат-контроля есть не только подогрев но и вентиляция передних кресел подогрева руля я не нашел мне кажется его просто нет есть apple carplay есть android auto вот все необходимое точно есть есть функция слежения за дорожной разметкой есть экстренное торможение вот здесь соответствующие лампочки это не проекция именно если вы кому-то приближать то машина начнет вам резко мигать это будет отражаться от стекла и это прям хорошо вороцается в глаза часто встречается на американцах но при этом именно адаптивного круиза нет круиз обыкновенный но мне бы такая схема наверно даже понравилась ты включил и у тебя машина едет с постоянной скоростью если вдруг ты в кого-то летишь она сама все-таки за тебя затормозит а еще у шевроле есть функция распознавания пешеходов если перед вами по дорожке идет человечек и например ночью он идет естественно без каких-то световозвращающих элементов ну я думаю вы все сталкивались этим бывает в городе ты подъезжаешь к зебре и пока вот непосредственно твои фары на зебру не посветят ты человека ну практически не видишь машина его видят на центральном экране загорается соответствующее предупреждение обыкновенный селектор электрохромное зеркало подсветка в противосолнечных козырьках с диодиками прям все хорошо вот здесь удобное большое место для мобильного телефона мне кажется беспроводной зарядки здесь нет есть обычная юсб что есть тайп си есть разъем для sd карта для музыки есть 12 вольтовая розетка электро гидравлический привод ручника у киа он просто механический очень большую бокс прям вот огромный и на самом деле вот если вы смотрите сейчас на equinox в профиль то он немного напоминает минивэн не такой заваленный вперед капот достаточно далеко отодвинутое лобовое стекло и если бы не длинная крыша то было бы ощущение минивэна этого стекло вот куда-то суда продлить а так особенно учитывать черный потолок такое чешки в кепке такой едешь ведь а вот сверху так чуть поддавливать зато огромная стеклянная крыша она вот прям туда далеко уходит скорее мне нравится наверное простовато скучновато как-то вот просто все черное ну что попробуем киа хотя я вам про него не так давно рассказывал когда мы сравнивали его с туссаном там более подробно все мне по-прежнему категорически не нравится вот такая недо цифровая панель приборов но это как-то совсем просто вот все вот эти белые элементы это наклейки да то есть все это естественно черный глянцевый пластик вот здесь такая легкая имитация дерева вот это черный блестящий пластик дизайн интересный вот сделана машина прям вот свежо ты чувствуешь что это недавно разработанная автомобиль у него чуть пошире центральный тоннель вот здесь больше места зарядки тоже нет вот здесь вот очень интересная такая ниша она может быть подстаканниками а может быть просто вот ниши для мелочевки принципиальное отличие это то что у конкретно этого спорта же есть подогрев руля у шевроле его не было но естественно нет вентиляции которая была у шевроле зеркало обыкновенно не электрохромная а в и квиноксе оно было электрическое в противосолнечных козырьках есть зеркала но подсветку надо включать вручную но нет никаких дополнительных ассистентов ни экстренного торможения не слежение травметы ничего этого нет это все доступно но в качестве опции собственно просто на более дорогих комплектациях за 3 200 спорта же будет с тряпичным салоном с механическими регулировками в отличие от шевроле там была кожа и там были электро регулировки а в остальном все вроде бы похоже приятные вставки вот этот бокс он наверное поменьше в шевроле он был больше но зато вот здесь вот как-то чуть больше мелочевки я бы вот наверное по ощущениям поставил между этими машинами паритет но меня смущает работа подвески киа на 17 дюймовых колесах на ровно тех же лежачих полицейских едет жестче он прям как-то он неожиданно плотно переваливает неровности там где шевроле проходил мягко здесь бум потому что вроде бы резины много кажется что машина должна быть прям заметно мягче разница в 2 дюйма напомнить здесь 17 там был 19 но перед каждым лежачим полицейским на киа я вынужден притормаживать сильнее потому что он жестче ну и к тому же у шевроле естественно намного богаче комплектации и крыши и вот это все и при том что шевроле да предлагает за ту же цену что и киа это загадка да вы скажете что шевроле китайской сборки но если вы захотите себя получить киа также оснащенной как шевроле вам придется отдать сверху но наверное тысяч пятьсот и он все равно будет медленнее и при этом шевроле скорее всего будет экономичнее потому что 9 передач против 6 потому что турбодвигатель потому что есть функция стоп-старт и собственно даже при лучшей динамике я думаю что киа будет пофажорливее то есть вот его в десятку уложить надо постараться а шевроле обещает 7 и 8 я думаю nokia ну восемь с половиной до 95 бензина но шевроле скорее всего будет есть меньше kia заявляет что дорожный просвет у sportage 19 сантиметров снизу есть пластиковый но штатная защита двигателя нижняя губа бампера черная но вот эти отверстия они пугающего размера у меня ладонь туда полностью пролезать вплоть до радиатора да и здесь тоже вот я могу достать пальцами до радиатора так что сеточку наверное сюда все-таки придется посадить хотя я не очень люблю пробуем проехать контакт мне кажется какой-то был я слышал что я чем-то зацепил мне кажется то ли выхлопом то ли элементами задней подвески но мне кажется покрышка осталась на месте мне не удалось найти данные о дорожном просвете chevrolet equinox с двухлитровым мотором эта машина китайской сборки и никакой вот такой развернутой информации по ней просто нет защиты двигателя также нет мотор установлен заметно выше чем например задний подрамник и кромка бампера так что если вы заденете то скорее всего вот этой черной частью бампера либо подрамником но защиту наверное все-таки лучше поставить вот здесь вот ячейки поменьше и за ними кстати установлены жабры сейчас пока двигатель холодной жабры полностью закрыты но снизу вот здесь вот радиатор открыт и ячейки такие же большие как накиа пробуем проехать также спереди слегка слегка на шевроле все-таки чиркнул я боюсь если вы поставите защиту то чирк скорее всего будет чуть более массивно но при этом у вас будет все-таки полноценная стальная защита двигателя мне кажется это паритет но с поправкой на то что на киа вот вы выезжаете вы просто катаетесь а на шевроле надо будет все-таки погуглить сюда хоть какую-то защиту на то что ездить полностью открытым мотором как-то нехорошо тем более сейчас скоро зима соль грязь вот это все вам точно не нужно удивительное дело но при мощности в 230 с лишним лошадиных сил шевроле обещает разгон до сотни всего за семь с половиной секунд или за целых семь с половиной секунд для сравнения тоже джили ту гелла при похожих габаритах при похожей мощности тоже 2 литра turbo едет за 6 6 и 8 что такое ну заметно быстрее здесь девятиступенчатый автомат то есть должна пулять сейчас посмотрим что будет на самом деле я заранее включил полный привод тут достаточно хитрая схема и если не нажать соответствующую кнопку то автоматически полный привод как на большинстве кроссоверов не подключится у шевроле своя модель есть передний привод у меня полный с одной педали чтобы не насиловать машину просто драйв никаких переключений там спортивно не спортивно здесь ничего этого нет но может быть так оно и честнее будет ну что ж пошли ух как он 7.9 для нового автомобиля с пробегом 50 километров для старта с одной педали мне кажется это очень хороший результат если особо не вжаривать а ехать вот спокойно то шевроле ощущается достаточно мощным автомобилем за счет автомата за счет турбомотора вот даже на небольших оборотах там полторы две тысячи добавляешь и он как-то вот просто спокойно едет есть ощущение этой мощности как у старых добрых многолитровых моторов едет он приятно и удивляет очень комфортная подвеска 19 дюймовые колеса а я вот просто переваливаю через лежачих полицейских и даже в исполнении rs квинокс он точно не жестче чем например киа спорта вот это приятный бонус обычно если ты покупаешь резку ты должен быть готов к тому что это будет зубодробительный автомобиль тем более естественно нет никакой не пневмо подвески нерегулируемых амортизаторов ничего ты покупаешь машину с шильдиком rs будь готов ставь пломбы покрепче ну что ж попробуем как проедет киа но ей будет не просто я включил спорт режим здорово что полноприводная трансмиссия естественно работает автоматически в этом смысле шевроле скорее удивляет ну и меня на самом деле смущает длина наши вот это разгонные дорожки мне кажется что киа может ее просто не хватить спорт режим да что касается резких стартов на не обкатанном автомобиле я читал ваши комментарии поверьте мне подавляющее большинство машин сразу же после сборки на конвейере выезжает на небольшой тестовый участок который есть на каждом заводе но по крайней мере на тех которых я был и проезжает от одного до двух километров там обязательно есть разгон в пол там обязательно есть набор ямы кочек ухабов и так далее для того чтобы проверить работоспособность автомобиля так что это совершенно нормальные условия эксплуатации для машины поехали ну да он просто разгоняется 11.2 это лучше чем заводские характеристики это ну наверное вполне адекватно для двухлитрового автомобиля с атмосферным мотором но естественно по сравнению с шевроле это пропасть просто здесь ты нажимаешь и ждешь прежде чем открыть багажнике этих машин у меня есть два вопроса к шевроле в первую очередь что такое пятьсот пятьдесят т мы видели китайцы иногда пишут крутящий момент в ньютон метрах и буковка т turbo у черри тига 8 про там что-то там 390 т но у этого автомобиля нет 550 ньютон метров не знаю что это означает но 550 т черный шильдик все красиво там еще рс а второй вопрос это то что шевроле обещает что багажник эквенокса имеет объем 670 литров для сравнения киа обещает 540 давайте откроем сравним так как машина небогатая здесь открывать его приходится вручную здесь электропривод это при том что стоят они одинаково и здесь есть вот такой вот коврик он прям лежал здесь абсолютно идеально в размер кладем его сюда чудо здесь порядка семи сантиметров разницы то есть багажник киа он чуть больше в длину он точно такую же в ширину и практически такой же по высоте прям вот буквально разница в один сантиметр но при этом по длине багажник киа больше и обещано в нем 540 литров что ну более-менее наверное похоже на правду под полом до каточка и теоретически пол можно опустить ниже но как видите голый металл у докатка но здесь сделано все чуть-чуть поаккуратнее тут есть еще такой вот дополнительный коврик и снизу докатка но не показалось что она слишком маленькой поэтому я вооружился рулеткой чтобы я померить диаметр запасного колеса ну вот ну пусть 58 сантиметров это докатка я иду к машине ставлю рулетку и тут 70 получается что докатка меньше на 12 сантиметров то есть ее радиус меньше на 6 сантиметров и если вы пробили нормальное колесо поставили сюда докаточку то машина будет ниже сразу на 6 сантиметров то же самое сравнили у киа у нее тоже докатка и она ниже на 8 сантиметров то есть если вы поменяете нормальный колесо на докатку машина опустится на 4 сантиметра ну а по багажнику я думаю что все очевидно у киа он просто больше а то что здесь есть электропривод но это вопрос исключительно цены а вот и ваша любимая диагонал очка машина висит кстати приятно видеть ворсистые подкрылки вот по всей арке и это скорее хорошо давайте для жесткости откроем все двери раз уж тачка с намеком на спорт ей нужен жесткий кузов качаться качается ну что ж пробуем пишите ваши комментарии закроется или нет просто вот абсолютно ровненько вот никакого перекоса ну что ж висим качаемся боковые двери тоже открываем двери у киа закрывают пороги точно так как и у шеврага ролей и очень заметно и контраст вот я сейчас загнал спорта ровно на то же место где стал эквенокс и зазор под колесом намного выше то есть хода подвески здесь чуть-чуть но поменьше пробуем аккуратненько легко если какой-то перекосы есть то прям вот совсем такой мизерный дверь легко открывается и так же легко совершенно без усилий закрывается молодец воздуховодики сзади это хорошо на дверях есть кнопки электроподогрева заднего сиденья очень большой диапазон регулировки спинки то есть можно выставить вот так вот так совсем некомфортно вот так нормальный по а можно вот так вот откинуться но даже при обычной посадке над головой четыре с половиной пальца точно помещаются место для ног вот так вот очень много но на полу есть небольшой центральный тоннель в аквеноксе его не будет есть центральный подлокотничек вот с точки зрения заднего сиденья у меня никаких претензий к киа точно нет да тканевая спинка не очень удобно да нет стеклянной крыши но это уже все понты вот просто ехать сзади здесь точно хорошо и вот здесь вот есть дополнительный кармашек для мобильного телефона но при этом никаких не юсб шек ни зарядок ничего не предусмотрено в аквеноксе заметно темнее но в первую очередь просто потому что черный потолок ну и достаточно плотная тонировка стекол но и по запасу места здесь все заметно скромнее сиденье установлено выше и я макушкой практически упираюсь в потолок да стеклянный люкс ел несколько сантиметров но вряд ли здесь будет столько же места как в киа если взять машину без стеклянной крыши по ногам поменьше но тоже вполне себе хватает удивительное дело нет карманов ни в спинке водительского ни в спинке пассажирского кресла карманов не предусмотрено почему загадка есть воздуховодики они как бы поменьше но я думаю греть будут подогрев заднего сиденья не предусмотрено только передние будут тепли но зато есть пара юсб шек есть центральный подлокотник он как-то покороче но заметно пошире спинка регулируется по углу наклона но заметно более скромном диапазоне вот это максимум того что можно откинуться назад и вот можно сесть вот так вот по вертикальной фактически там одна ступенька вот с таким вот маленьким шагом так что если вам возить пассажиров и если они как-то очень требовательны к комфорту то киа будет предпочтительнее и за счет подогрева и за счет того что больше места но в целом вот я взрослый человек при росте метр восемьдесят один за водителем я вполне себе усаживаюсь и ни с какой стороны не упираясь так что ездить здесь можно но будет лучше что и требовалось доказать при равной цене chevrolet предлагает принципиально больше мощности принципиально больше опций ну а киа киа предлагает дизайн очень раскрученный бренд недаром последние пять или шесть лет киа это самый популярный бренд в россии а chevrolet ну собственно chevrolet давно оставили наш рынок и никогда у них не было какой-то прям такой весомой мощной репутации но сейчас вот с таким автомобилем мне кажется у них есть все шансы и и завоевает на нашем вновь на рождающемся автомобильном рынке да к сожалению нет большого выбора комплектации нет выбора моторов можно выбирать между передним приводом либо полным но в россии заводится только полноприводные автомобили у киа все намного интереснее намного разнообразнее все как-то серьезнее наворочено но при этом и цены намного выше друзья напишите в комментариях какой из этих двух автомобилей выбрали бы вы но для меня честно говоря выбор очевиден и мне кажется что equinox это очень недооцененный в россии автомобиль мне кажется вот я бы за него честно отдал свои три миллиона двести тысяч прям вот хорошее такое интересное предложение даже несмотря на китайскую сборку да если вам не хватило картинок этому видео заходите на наш канал в дзен там будет подробное тестовое описание к этому ролику спасибо что были с нами до новых встреч и в Music в партнер и в в в в Продолжение следует...